привет ребята вы на канале зак тиви сегодня вы узнаете интересную информацию про семейство верблюдовых но не про верблюдов а про кого а узнаете информацию про ламу альбаку гуанаку и викунью но перед тем как начнем чтобы опознавать мир вместе с нами подписывайтесь на youtube канал зак тиви ставьте лайки начинаем сейчас перед вами небольшая иерархия семейства верблюдовых на данной картинке есть семейство род вид разновидности как видите семейство верблюдовых выделяют род лам где есть виды лам лама гама и лама гуанака у ламы гамы есть разновидности лама куара лама чаку у ламы гуанака разновидность гуанака есть род викунья куда входят такие виды викунья пакас и викунья викунья у викунья пакас есть разновидность альпака хукая альпака Сьюри, разновидность альпака. И вид Викунья, разновидность Викунья. И, конечно же, есть род верблюды. Сейчас мы вам расскажем про ламу. Лама. Лама – это млекопитающее из семейства верблюдовых. Проживают ламы в Южной Америке, а точнее в Южноамериканских Андах. Анды – это одна из самых крупных горных систем в мире, расположенная на западе Южной Америки. Так выглядят горы Анды с космоса. А это ареал обитания лам. Лам одомашнили индейцы инки, которые проживали в Андах. Лама играла важнейшую роль в скотоводстве. Инки – это крупнейшая по площади и численности населения в Южной Америке с 11 по 16 век. Ламу в основном используют как вьючное животное. Вьючное животное – это животное, которое используют для транспортировки грузов или материалов. Грузы закрепляют таким образом, чтобы их вес приходился на спину животного. Лама может переносить до 50 килограмм груза на расстояние до 25 километров. А вот нести груз больше 50 килограммов ламы отказываются. Они просто ложатся и не встают. Если их заставлять идти и нести груз, то они могут кусаться и плеваться. Ламы очень дружелюбны к детям. Несмотря на их капризы, ламы беспрекословно выполняют детские прихоти. Ламы позволяют себя погонять, кататься на них верхом и делать что угодно, никогда не проявляя при этом агрессии. Да, классно. Не зря в мультике Джимми Нейтрон его друг Карл очень любил лам. Ламы быстро бегают. Могут развивать скорость более 505 километров в час. Ламы едят травянистую растительность, листья и ветки кустарников. Особенно они любят папоротники. Но если отсутствует привычная для ламы еда, тогда они могут питаться овощами, корнеплодами и фруктами. В домашних условиях любимым лакомством лам являются морковь, капуста, яблоки, хлеб. Тело ламы покрыто шерстью, которая может быть черной, серой, белой или коричневой. У лам нет копыт. На ногах у них мягкие кожаные подушечки и два пальца. Лама имеет удлиненное лицо, большие ноздри и длинные уши, которые слегка изогнуты внутри. Такие уши часто называют банановые. У лам очень хорошее обоняние, зрение и слух. На лам могут нападать горные львы и дикие собаки. Если на лам нападают, мужские ламы звучат с предупреждением, чтобы остальная часть стада могла убежать. А еще ламы преданные, любознательные, послушные и миролюбивые к тем, кто к ним дружелюбен. Люди очень любят ламы. С ламами даже ездят на такси. Гуанака Гуанака – это предок одомашненной ламы. Гуанака – стройные, легкого телосложения, по пропорциям напоминающей олени или антилопы, но с более вытянутой шеей. Длинная шея Гуанака служит балансиром при ходьбе и беге. Длина тела Гуанака от 120 до 175 см. Высота от 90 до 130 см. Масса от 115 до 140 кг. Гуанака обитает в Пампасах. Так называется степь в Южной Америке. Также Гуанака обитает в полупустынях и высокогорьях Ант. Примерно от южного Перу через Чили, Аргентины и до Огненной Земли. Ребята, давайте разберемся, что такое Огненная Земля. Огненная Земля – это архипелаг. Проще говоря, это группа островов. Между Атлантическим и Тихим Океанами на крайнем юге Южной Америки, в состав которого входит около 40 тысяч островов. А сейчас вы увидите пейзажи Огненной Земли. Вы только посмотрите, какая красота! Ребята, мы разобрались с неизвестными для нас словами и теперь более понятный ареал обитания Гуанака. Гуанака обитает в пампасах, полупустынях и высокогорьях Ант, примерно от южного Перу через Чили и Аргентины и до Огненной Земли. Гуанака способна развивать скорость от 26 километров в час. Бег важен для выживания этих животных, поскольку обитают они на открытых местах. Гуанака – очень осторожное животное. Все члены стада никогда не находятся в покое. Из стада выделяют даже специальных часовых. В случае опасности самец предупреждает стадо резким свистом и животные начинают бежать со скоростью до 56 километров в час. Интересный факт. Гуанака ходят в туалет в строго отведенном месте. Индейцы, заметив эту особенность животного, использовали их навоз как топливо, собирая его на таких местах. Альпака Альпака – это домашнее животное, произошедшее от викуньи. Про викуньи поговорим чуть позже. Разводят альпака в высокогорном поясе Южной Америки. Обитают в Андах на высоте от 3,5 до 5 тысяч метров на территории Эквадора, Южного Перу, Северного Чили и Западной Боливии. Выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы для дома. Шерсть альпаки очень ценная, потому что имеет все свойства овечьей, а по весу намного легче. Шерсть альпака очень стойкая и не имеет жира, поэтому изделия долго не загрязняются. Ни одна другая шерсть в мире не сравнится с шерстью альпака, особенно с шерстью детенышей альпака. Шерсть детенышей альпака в 7 раз теплее, чем шерсть овцы. Практически водонепроницаема и не вызывает аллергии. Альпака не является домашним животным в традиционном понимании. Это сравнительно одомашненные горные животные. Альпака могут бояться прикосновений рук. Альпака с рождения очень любознательны, активно пользуются обонянием. У альпака мягкий, мирный характер. В отличие от их родственников верблюдов, которые могут плюнуть в человека, альпака не плюются в людей. Плюются только друг в друга при соперничестве за еду и попадают в человека обычно случайно. Существует две разнопитности альпака сури и уакая. У альпака сури шерсть длинная в виде косичек. У альпака уакая шерсть похожа на мягкий плюш. Викунья Викунья это вид парнокопытных млекопитающих семейства верблюдовых. Внешне викунья напоминает гуанака, но она меньше размерами и более стройная. Это викунья, а это гуанака. Викуньи распространены в Андах Эквадора, Перу, Боливии, Аргентины и Чили. Встречаются на высоте от 3500 метров до 5500 метров. Длина викуньи составляет 150 сантиметров, высота около 1 метра, а масса 50 килограмм. Шерсть на спине светло-коричневая, а внизу более светлая. Шерсть у викуни густая, чтобы защищать викуни от холода. Шерсть в викуни одна из самых дорогостоящих в мире. Из шерсти викуний изготавливают свитера, пледы, шарфы и накидки. В неволе викуни обычно отказываются от еды и воды, не идут на контакт с людьми. Поэтому приручить викуни все еще не удалось. В природе на викуни охотятся кривистый волк и пума. Викуни изображены на гербе, флаге и денежных знаках Перу. Ребята, ну вот вы узнали информацию про ламу, гуанаку, альпаку и викуни, про их особенности, отличия и вообще интересные факты. Чтобы опознавать мир вместе с нами, подписывайтесь на ютуб канал ЗАГ ТВ, ставьте лайки. Пока!